Друзья, всем добрый вечер. Вы на канале День Фёдор из Германии. И сегодня я хочу показать небольшую закупочку, которую мы сделали в русском магазине. Мы поехали в город Хайбенгайм. Это от нас 30 километров. Там находится Миксмар. И хотели там закупиться, но по пути у нас получился такой небольшой объезд. Мы заехали в замок города Хайбенгайма. И там мы сделали небольшой... Не сняли небольшое видео про музей, который мы там погуляли по музею. А потом мы поехали в магазин. Поэтому мы так поздно приехали. Мы ещё прогулялись. Но та прогулка по музею я вам после покажу. А сейчас я сниму ролик. То, что мы закупились в русском магазине. Ну, если в русский магазин приезжаешь, первым делом, что, какие товары покупаешь? Пелемени. Пелемени омские. Пелемени с моей родиной, можно сказать. Я в Омской области родился. Наверное, угрим холодильник. Затем мы купили бухвайцин. Гречку. Тоже полезная вещь. Вы знаете, что гречка очень полезна. Ну вот. Будем питаться полезной пищей. Купили колбаску. Балтийский сервелат называется. Мы ещё не ели такой. Попробуем. Понравится, скажем. Затем мы купили соду в русском магазине. Не знаю, вообще-то сода нужна нам. Юрма говорит, что нужна. 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 Так. Купили бы вот такое вот сало. Оно с пряностями, со всеми этими специями. Я надеюсь, будет вкуснее. Ещё вот купили вот такое вот. Как называется. Бекон славянский. Такое тоже сальца с мясом. Попробуем такое. Купили бы баночку пшонки. Пшонку будем кашу варить. Пшонную. Затем мы купили вот такой вот горох. Он, правда, не круглый. Он почему-то половичатый горошек. Ну, здесь есть указ русского. Ну, купили немножко конфеток. Таких и рисок и вот таких карамелек. Без конфет как? С русского магазина может. Не можем выйти. Давай. Чё-то ещё купили в русском магазине. Вот подарок. Так, купили вот такие вафельки. Хорошие. Вкусненькие. Баночку спротов купили. Ещё мы набрали и печенье. Коровка. Почему-то мы их всегда берём. Эти печенья, они, наверное, очень нравятся нам. Аж шесть вот таких пачек купили. Две красные, две жёлтые и две синие. Коровы. Получается шесть штук. Ну, селёдку купили. Уже такая, в баночках уже она готовая, в масле. Картошки. Картошку отварить, селёдка, очень вкусно. Ну, это, конечно, это халва. Без халвы у нас никак нельзя в русском магазине пробыть. Мы халву купили, чтобы жизнь сладкая казалась. Ещё мы купили вот такой вот сыр. Сыр адыгейский, особый. Ну, тут всё это лидовское. Всё это мы закупили в русском магазине. Нет, правда, у нас ещё в машине, в багажнике, у нас сумки не было. Осталось две бутылки лимонада. Одна бутылка тархун и одна бутылка буратино. Потом мы заехали ещё в Лидл. И в Лидле ещё закупились. Купили вот туаст хлеба. Тех белый. Купили мы, в Лидле хорошая вот петрушка с укропом. Купили. Две упаковочки яиц. Колбаску, сыр, ещё колбаску, ещё колбаску, салябин. И ещё вот такую колбаску, ветчину. Ещё мы купили вот такой бекон нарезанный. Бутылку подсолнечного масла. Две бутылки, две пачки сахара. Не, это мука. Две муки. У нас мука хорошо уходит. Постоянно надо покупать. И вот сахар. Свекольный сахар. Он сегодня в Лидле был в Ангеботе. По 89 центов пачка. Совсем дёсево. Мы купили две пачки. Потом мы купили вот такой орегано. Баночку. О, ещё у нас сумка. Ещё купили вот такую колбаску. Калфлан заехали. Две пачки зелёного чая. С лимоном. И вот такие. Три баночки таких творога. Фрискейза. И вот такие йогурты. Две баночки сметаны. Йогурта. Ещё две банки. Ещё две банки йогурта. Короче, три творога купили. И шесть йогуртов. Получилась у нас такая большая закупка. Здесь стол заваленный. Сейчас всё это надо будет убирать. По местам распиховать. Местов, конечно, как всегда не хватает. Куда это всё распределить? В холодильнике тоже места нету. Ну, ладно. Как-нибудь найдём. Ерман распихает. Да. Она тут ужин подогревает. Мы ещё сегодня не... Можно сказать, и не обедали, и не ужинали. Так что всё за раз пройдёт. Конфетки пожевали по дороге и аппетит перебили. Ну, ладно. На этом я буду закругляться. А то вам будет неинтересно всё это смотреть. Вам я пожелаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, удачи. Здоровья крепкого. Главное это... При такой погоде сырой можно и заржаветь, не то что заболеть. Ну, ладно. До следующего ролика. Следующий ролик у меня будет. Чё? Будет музей. Я вам покажу музей. Алина Алина. А пока я с вами прощаюсь. До свидания. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»